Не на много, почти на процент, но все-таки увеличился реальный рост ВВП. И это вселяет оптимизм. Но Банк Эстонии сегодня призвал и к разумной осторожности, особенно в части роста зарплат, которые не позволят предприятиям развиваться. Если в 2014 и 2015 году годовой рост брутозарплаты оставался в пределах 6%, то в 2016 году рост усилился. Реальная зарплата выросла по сравнению с позапрошлым годом на 7,5%. При этом, когда рост зарплат опережает рост производства, это в дальнейшем может отразиться на критикоспособности и экономике страны в целом. Поэтому, чтобы не потерять положительную тенденцию финансового развития, специалисты склоняются к торможению роста зарплатных фондов. Финансовый сектор довольно позитивно относится к нынешнему состоянию дел. В последнем квартале рост эстонской экономики ускорился. Сравнительно быстро растет и уровень зарплат. Но из-за этого растет и зарплатный фонд фирм, из-за чего они начинают меньше инвестировать в развитие. С другой стороны, скачок заработных плат выгоден, ведь люди начинают больше покупать. По данным статистики, розничные продажи выросли в прошлом году на 6%, и эта тенденция по оценкам не снижается и в году нынешнем. Но все же важно, чтобы рост зарплат был обоснован. Финансовой стабильности в стране может угрожать и повышенная активность на рынке недвижимости. Люди стали больше получать, а значит, у них снова появилось больше возможностей вкладывать в недвижимость. Но, тем не менее, специалисты не советуют обывателю торопиться с взятием кредита. «Нам сложно советовать брать или не брать кредит людям. Могу посоветовать то, что к таким решениям следует подходить взвешенно, учитывая возможности. Но если смотреть на цифры, то сегодня мы не видим, что рынок недвижимости перегрет, несмотря на высокие цены, так как цены на недвижимость растут согласно зарплатам. Но мы будем тщательно отслеживать ситуацию». Особенно озабочен Банк Эстонии продолжающимся падением иностранных инвестиций в отечественную экономику. Раскритиковали банкиры и то, что налоговая система слишком часто меняется, и бизнесмены просто не успевают приспособиться к новым финансовым требованиям. И все же в конце прозвучало весьма обнадеживающее заявление. Мадис Мюнлер отметил, что шведские банки, с которыми тесно связана банковская система Эстонии, имеют сегодня сильное финансовое положение. А учитывая местные реалии, это значит, что из-за положения эстонских финансов можно не беспокоиться. А учитывая местные реалии, что они не беспокоятся.